Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Альбика Ильясова и мои коллеги-репортеры программы в этом выпуске. Золотой Витязь. Летний фестиваль искусств объединил деятелей культуры в Ярославской области. Ночь кино. Ежегодная акция прошла в Москве в восьмой раз. Готовы ли школьники и их родители к первому сентября? А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в Ярославле и Ярославской области прошел летний открытый фестиваль искусств «Золотой Витязь». Здесь собрались деятели кино, музыки, литературы и живописи, чтобы поделиться своим творчеством и вдохновиться на новые свершения. Подробности в следующем материале. Летний фестиваль искусств «Золотой Витязь» прошел в четырех городах Ярославской области. Среди исторических памятников древнерусского государства и золотых куполов церквей и соборов. Мероприятия развернулись на старинной русской земле Ростова Великого, Преславле Залесского, Тутаева и первого христианского города на Волге – Ярославле. Я очень люблю Ярославль. Он мне дорог и тем, что именно здесь, под Ярославлем, я писал свой сценарий о Лермонтове. Сюда я привозил к тогдашнему губернатору Лисицыну наш кинофорум «Золотой Витязь», и он прекрасно принял наш форум. Так что это для меня родное место. А сейчас я буду, ну, положу все силы, чтобы помочь сделать Ярославль не просто частью Золотого кольца, а бриллиантом, жемчужину Золотого кольца, центром культуры России. Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры России в рамках годовой программы творческих проектов МКФ «Золотой Витязь». Церемония открытия фестиваля прошла с участием народных артистов России – Валерия Баринова, Сергея Шакурова и народного артиста Белоруссии Владимира Гастюхина, народные артистки Башкортостана Татьяны Петровой и Ярославского академического симфонического оркестра. Я здесь не первый раз. Каждый раз восхищение мое не имеет пределов. И на этот раз, вы думаете, я просто так в шляпь пришел? Я хочу снять ее перед этой красотой, перед людьми, которые эту красоту сохраняют, перед той невероятной какой-то духовной силой, которой наполняется моя душа, когда я посещаю это место. Творческие встречи перемежались с проведением пленэра и мастер-классов по живописи и академическую рисунку, а также показом цикла документальных фильмов, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда. Зрители могли насладиться и концертом праздничного хора «Данилова монастыря», музыкально-поэтической программы актера театра и кино Сергея Варчука и другими яркими событиями. Традиционно состоялось и вручение высших наград форума. В этом году золотой медали имени Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф был удостоен народный артист РСФСР Сергей Шакуров, а золотую медаль имени Свиридова за выдающийся вклад в музыкальную культуру вручили народному артисту России, художественному руководителю Ярославского академического симфонического оркестра Мураду Аномамедову. Я счастлив и горжусь, и благодарю за оказанную мне честь. Имя Свиридова всегда в самой моей ранней юности было в моем сердце, остается в моем сердце, и через мое сердце, через мое усердие, через мой труд, через мои проявления я уверен, что мы отнесем, имя Свиридова нашему будущему, нашему российскому будущему. Напомню, Международный форум «Золотой вид» уже 32 года объединяет представителей разных видов искусства под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Софья Горемыкина, Андрей Челышев, специально для программы «Время русского мира». Ночь кино стала одним из самых масштабных культурных событий, завершающих летний сезон в столице и других городах страны. О возможностях, которые открываются всем желающим в юбилейных мероприятиях и нестандартных для кинопоказа местах, расскажет моя коллега Татьяна Орлова. Ночь кино позволяет абсолютно всем получить равный доступ к выдающимся образцам мирового кинематографа в новых форматах, переосмысливая классику отечественного кино. В этом году центральным событием общегородской акции стал киноконцерт 90-летию со дня рождения талантливого режиссера театра и кино Марка Захарова под названием «Необыкновенное чудо». Ночь кино в этом году проходит восьмой раз. Мы рады быть оператором этой городской акции. Вообще, Ночь кино проходит по всей стране. А в Москве ее делаем мы, чему очень рады. В этом году центральным событием нашей Ночи кино будет киноконцерт, посвященный 90-летию Марка Анатольевича Захарова. Его фильмы всего семь. Все знают и все любят. И поэтому артисты, большие артисты, очень быстро согласились. И у нас действительно будут сегодня звезды. Звезды кино и театра, которые будут исполнять все любимые песни. Любимые песни из фильмов Марка Захарова. Кинотеатр художественный подарил зрителям самые яркие, известные песни и спектакли фильмов «Метро» в исполнении Леонида Ермольника, Александра Олешко, Полины Лазаревой, Алексея Гомана и других популярных артистов. Ночь кино традиционно прошла более чем на 120 площадках Москвы. В кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях. Специальными событиями программы стали показы с пленки в 35 мм в парке Зарядье, на киностудии «Союзмульфильм» и в музее Москвы. Москва действительно является крупнейшим и центром кинопроката. В Москве работают 712 кинозалов, которые принимают ежегодно миллионы зрителей. Но Москва же является и центром кинопроизводства. Они находятся крупнейшие киностудии. И более того, этот потенциал сейчас расширяется. И сегодня у нас в ближайшем Подмосковье, в Новой Москве, вот мы сейчас можем сесть и через час быть на месте, у нас создается огромный-огромный кинокластер, кинопарк на пространство 150 гектаров. И уже сегодня занимаются 10 фильмов на этих площадках самого разного жанра, от древней истории до наших дней. Московские кинотеатры, парки, культурные центры и библиотеки показали программу Министерства культуры России и Фонда кино, куда вошли три самых популярных российских фильма года. Вызов Клима Шипенко, праведник Сергея Урсулика и чебурашка Дмитрия Дьяченко. Татьяна Орлова специально для программы «Время русского мира». Готовы ли школьники и их родители к первому сентября? Какие предметы пользуются спросом у подрастающего поколения? Специальное географическое путешествие по трем странам совершила моя коллега Анастасия Голдабина. У большинства россиян в этом году в школу пойдет один ребенок. Среди детей школьного возраста у жителей страны больше всего учеников, перешедших в 5, 6, 7, 8 и 9 классы. Минимальный набор школьника составляют одежда, учебники, письменные принадлежности и портфель. Ко дню знаний мы решили провести небольшой опрос и узнать, готовы ли школьники и их родители к новому учебному году. Мы все полностью готовы. Где-то за месяц еще в августе подготовились. Все купили. Рабочие тетради, всю канцелярию, форму. Все абсолютно. Мы решили отпраздновать завершение лета, начало учебного года нового. Поездкой в Москву, показать ребенку в ДНХ. Мы были уже в зоопарке. Я думаю, что это хороший повод. Это запомнится. Ожидания, честно говоря, волнительные, потому что это всегда вызов. Не только для ребенка, но, как выяснилось, для родителей, для бабушек, для всех. 1 сентября – это праздник мам и пап, бабушек и дедушек. Эмоциональные, радостные и в то же время немного грустные. Ведь отправляя ребенка на школьную линейку, невольно замечаешь, как он быстро растет. Сами дети с нетерпением ждут учебной поры. А кому-то без школы к концу лета становится скучно. Я перехожу в 6 класс и жду 1 сентября. Мои любимые предметы – это литература, истории и биология. Мы уже с родителями купили ручки, финалы, карандаши, рюкзак. Мне нравится ходить в школе, потому что, первое, что классная руководительница у нас очень-очень справедливая и добрая. Все проблемы у нас решит. Во-вторых, я узнаю очень многое, многое, и мне никогда не бывает скучно. Я перешел в 2 класс. Скучно стало как-то без школы. А теперь давайте перенесемся в столицу Казахстана, город Астану, чтобы познакомиться с ученицей 5 класса Катей Филатовой. За время летних каникул я успела соскучиться по своей родной 22 школе. Еще в июле мы с моими родителями купили все необходимое в школе, в канцелярию и в том числе школьную форму. Я жду не дождусь встречи со своими учителями и одноклассниками. Сегодня я пришла в школу, чтобы получить учебники. А в тысячи километров от Астаны, в городе Новосибирске, живет ученица 4 класса Ясмина. В школе ей уже выдали учебники, а еще в августе за месяц до начала учебного года начались занятия по фигурному катанию. Этим видом спорта Ясмина занимается профессионально. Буду учиться в первую смену, а вечером ходить на тренировки. Прежде чем вернуться в Москву, предлагаем перенестись в Нью-Йорк, чтобы узнать, как наши соотечественники готовятся к новому учебному году. Моя дочь в этом году идет в последний класс middle school, это восьмой класс в южном районе Бруклина, обычная public school. В следующем году у нас идет поступление в high school, это очень ответственный год, самый ответственный, поэтому будет год очень напряженный и очень интересный. В школе мы готовы, так как в принципе нам ничего не нужно, ноутбук и школьные принадлежности нам выдают в школе. Нам ничего не нужно, то есть просто рюкзак и все, так что мы готовы, ждем. Площадки Московского урбанистического форума продолжают радовать образовательными и развлекательными мероприятиями. На одном из них, в парке Зарядье, нам удалось узнать у школьников из Подмосковья, за что они любят учебный процесс. Мне очень нравится математика и физкультура. Я перешел во второй класс и учусь в Савинской школе. Я перехожу в пятый класс в той же школе, в которой учится мой младший брат. И жаль, что лето закончилось, я бы хотела, чтобы оно длилось подольше. Я очень рада, что пойду в обычную школу и в художественную, потому что хочется бы быстрее встретить своих друзей. Мне нравится ходить в школу, потому что там есть срок истории, и я довольно хорошо увлекаюсь историей. Это мой любимый урок. Поздравляем всех с первым сентября! Наша телерадиокомпания присоединяется к поздравлениям и желает всем ученикам увлекательной учебы и отличных оценок. Анастасия Голдабина, специально для программы «Время русского мира». Фестиваль «Самовар-фест» подарил гостям целую палитру этнокреативной России, среди которой каждый нашел для себя что-то интересное. С лучшими национальными коллективами и мастерами своего дела познакомилась и наша съемочная группа. В саду «Эрмитаж» в четвертый раз с песнями и танцами прошел этнокультурный фестиваль гостеприимства «Самовар-фест». Гостей ждали выступления лучших национальных коллективов, этнофудкорт, мастер-классы и выставка-ярмарка народно-художественных промыслов. Свои изделия представили и художники, работающие в разных техниках из таких городов, как Сергеев Посад и Хатькова. Все художники, которые у нас тут представлены, связаны с Абрамцевским художественно-промышленным училищем. Все его заканчивали, кто-то преподавал, кто-то преподает сейчас. У нас получается такой достаточно тесный круг. Представлены керамисты Анна Филипова, Ирина Бабадей, Василий Булыгин, его семейная мастерская, уже потомственные керамисты. Самоварная станция знакомила с экспозицией старинных самоваров и угощала ароматным чаем, приготовленным на сосновых шишках. А по пути к преподавателю, обучающему игре на ложках, можно было попасть в настоящую сказку, которую создала Любовь Михалева, автор стилизованных русских костюмов, ярких и фантазийных. Я занимаюсь костюмом чуть более 10 лет. Начала я с украшений. Это были какие-то такого плана браслеты, которые я с удовольствием сама носила. А полностью костюмом занялась 11 лет назад, когда пришла пора выходить замуж. Я решила, что платье я сделаю себе сама. Это был такой корсет, расшитый жемчугом, с бубенцами, с цепочками. В общем, тоже была полная эклектика. Было что-то в нем и восточное, и цыганское, и европейское, и русское, безусловно. И нарядила и жениха, и многих гостей на собственную свадьбу. И тем самым задала начало вот этой самой истории, которая длится по сию пору. Хореографический ансамбль «Цветы Армении», фолк-коллектив «Поверье», «Школа Лизгинки Адат» и другие творческие коллективы показали зрителям свое мастерство, поделились частичкой своей культуры. Не обошлось и без художественной выставки Зефы Тулумбаевой под названием «Народы России». Она создает картины, наполненные национальным колоритом, и делится своим профессиональным опытом с другими. Более 30 лет работает с детьми, и совсем недавно была удостоена премии города Москвы за вклад в образование. Мы многонациональная, большая, дружная страна, и мне очень хотелось вот это отразить в своих картинах. Думала сначала, используют ли здесь либо народные инструменты, либо что-то, какие-то промыслы, еще что-то. То есть было очень много таких поисков, и были несколько картин на эту тему. Но остановилась на орнаменте, потому что поняла, что орнамент – это самая мощная сакральная сила, которая не только нас, каждый народ, идентифицирует по отдельности, по национальности, но еще и объединяет. На самовар-фесте можно было научиться русским народным забавам, создать лыковую игрушку, посетить мастер-класс по хип-хоп-танцу, прокатиться на скейте и даже принять участие в викторине по русскому языку. В преддверии нового учебного года это особенно актуально. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Берегите себя, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok